Да. В чем в настоящее время состоит ваш... Что? В чем в настоящее время состоит ваш план по созданию религиозного еврейского государства и отделению от Израиля? Суть в том, что мы не собираемся отделяться от Израиля. Суть в том, что Израилю не нужны территории, а мне нужны. Когда мы создали второе еврейское государство, это было сделано не для того, чтобы иметь второе еврейское государство. Задача состояла в том, чтобы вынудить евреев аннексировать территории. Я не хочу отделяться от Израиля. Если бы Израиль аннексировал их, мы бы не создавали второе государство. Смысл был в том, чтобы надавить на евреев, дабы дать им понять, что если вы не хотите эти территории, что если вы планируете отдать их арабам, то знайте, что этого не будет никогда. Будет просто либо одно еврейское государство по всей территории, либо два еврейских государства. Но там никогда не будет палестинского государства. Вот в чем смысл этого государства. Наш первый конгресс прошел в Иерусалиме, хотя, согласно первоначальному плану, он должен был состояться в поселении Кириат-Арбе. Но армия надавила на местный совет и заставила его отменить конференцию в местном центре. Ее проведение было огромным успехом. Там была армия прессы, CBS, NBC, CNN, и не прозвучало ни слова. Это тоже часть огромного, осознанного байкота. Была новость по иорданскому телевидению. О, да, по иорданскому телевидению. Это ценная реклама. В эфир дали сюжет на 3,5 минуты. Ну, конечно, большинство израильтян смотрит иорданское телевидение в 7 часов вечера. Таким образом, ситуация на текущий момент такова, что мы провели конгресс. В данный момент мы занимаемся ежедневной работой по созданию инфраструктуры. Проводится перепись, идет подготовка к выборам, мы создаем теневой кабинет, министерство и так далее. Мы надеемся, что все это никогда не понадобится. Но правительство Израиля должно понимать, что это уже не Синай. Это будет совершенно другая история. Они просто не смогут отдать эти районы. Не произойдет никакой конфронтации с армией, упаси Бог. До этого не дойдет. Будет лишь 150 тысяч евреев, которые будут просто сидеть на территориях. Невозможно физически остановить 150 тысяч человек. Потребуется по 4 солдата на каждого человека. А когда они оттащат их за зеленую линию, человек будет вставать и отходить назад. И они об этом знают. Они попытаются остановить этот план, арестовав меня или других лидеров. И отлично. Но это не остановит движение, которое уже набрало обороты. Так что аресты им не помогут. Если бы Шамиру хватило ума, он бы отправился в Америку и сказал, смотрите, я готов на уступки, но эти сумасшедшие не дают. Пусть бы он сделал злодея из меня, пусть бы он обозвал меня сумасшедшим. Это называется «хороший полицейский, плохой полицейский». Но для этого нужно иметь мозги. Да. Продолжение следует...